всем привет black book вольфенштейн 3d это была молния короче всем привет еще раз представляю вашему вниманию мой так сказать перевод на интересной книги которая называется black book вольфенштейн 3d но ее перевести можно как записная книжка или черновик чуть типа такого но точно не черная книга вот книга о игровом движке вольфенштейн 3d о том как он там создавался с какими трудностями сталкивались разработчики о архитектуре тех компьютеров тех времен и все такое книга довольно таки интересная на фоне как вы уже наверное видите будет собственно говоря это игра вольфенштейн 3d вот периодически будут появляться картинки и я буду обращать на них ваше внимание так вот чтобы хотелось еще сказать перед чтением просьба обязательно подписаться лайкнуть репостнуть это видео а еще лучше оформить спонсорскую подписку это все помогает продвигаться видео и соответственно помогает мне оставаться за мотивированным и создавать интересные ролики вот ну хватит болтовни начнем игровой движок вольфенштейн 3d автор fabien sanglard эту книгу вы также можете найти в бумажном варианте на амазонах и прочих зонах вот вступление за последние 10 лет я писал статьи объясняющие внутренние устройства игровых движков все началось еще в 1999 году когда я скачал недавно открытый исходный код квейк и сразу же открыл его в visual studio 60 после нескольких дней борьбы с ним я удалил квайк src директорию обескураженный и неспособный хоть что-то понять несколько лет спустя я натолкнулся на легендарную книгу графикс программин black book майкла аброша его заметки объясняли общую картину движка квейк также он подробно описал известный binary space partition system potentially visible set и их техники сжатия после этого зная что ожидать я вернулся к исходникам квейк и глубоко в нем разобрался я думал что много других программистов будут похожи на меня пытаясь разобраться в коде квейк но обязательно будут также как и я обескуражены и неспособными понять кажущуюся сложность поэтому я начал писать обзоры исходного кода и загружать их на мой сайт на протяжении многих лет я писал написал больше 50 статьей выбирая такие легендарные книги и игры как doom quake или out of this world я открывал движок изучал его подсистемы и общую архитектуру потом рисовал карту которая как я надеялся вызывала интерес и вдохновляла других предприимчивых программистов делиться моими знаниями было полезным опытом мало того что отзывы были положительны но и объяснение объяснение чего-либо в простой форме это отличный способ убедиться в том что кто-то усвоит тему это значительно улучшило два моих навыка навык воспринимать большой объем кода и навык общения я научился полагаться на картинки и как результат в этой книге сотни картинок эти навыки оказались бесценными моей карьере которая в конечном итоге привела меня к работе в google над android в конце концов я решил поднять свои статьи на новый уровень и придумал эту книгу которая охватывает одну из трех ключевых комбинаций оборудования и игровых движков 90-х годов и так какие же там были комбинации ну первое вольфенштейн 3d 1992 год и процессор intel а и 386 он же intel 80 386 вторая комбинация какая у нас doom 1993 года и процессор intel а и 486 dx 2 он же intel 80 486 ну и третье квейк 1996 года и процессор intel пендиум вам может показаться пустой тратой времени читать о старых игровых движках для уже умерших компьютеров компиляторов операционных систем но это не так это несет огромную пользу они не только полны хитрых трюков они также напоминают нам о тех ограничениях которые приходилось преодолевать программистам прошлого они напоминают нам о духе который требовался тогда для того чтобы достичь новых границ ничего особо не изменилось в наши дни мы можем иметь дело с гигабайтами со специальными аппаратными ускорителями с многоядерными процессорами но дух необходимо для того чтобы двигаться вперед остается прежним тем кто борется сегодня имейте ввиду вы не одни другие боролись раньше некоторые обрели популярность некоторые обрели счастье но по большому счету мы все принадлежим семье людей которые закатывают рукава и тяжелым трудом пытаются сделать некоторые вещи лучше куда бы это не привело гордитесь своим трудом гордитесь своей страстью и продолжайте искать то что нужно делать итак глава 1 видение вольфенштейн 3d выпущенный 5 мая 1992 года создал новый жанр который стал называться fps first person shooter или шутер от первого лица игровой дизайн основанный на движке который требовал который обеспечивал красивую 256 цветную графику скорость высокую частоту кадров умный искусственный интеллект четкие звуковые эффекты и привлекательную музыку был повсеместно признан в течение года было продано более 100 тысяч копий что принесло славу и немного состояния команде которая его делала игроки не остановились на том чтобы просто пройти игру движимое желанием изменить игру и делать своих персонажей и свои карты они начали исследовать игру и переделывать ее в течение нескольких месяцев форматы файлов с ресурсами были хорошо известны и дополнение в виде модов были выпущены с измененной графикой звуковыми эффектами музыкой и картами тем не менее ядро игры 3d движок и секреты его скорости по большей части оставались неизвестными это держалось секрете по очевидным причинам мощный игровой движок очень важен для игровой компании с помощью можно мощного движка компания может быть на один-два шага впереди от конкурентов ну это понятное дело он позволяет поддерживать технологическое преимущество и делать игры лучше тем самым получая больше прибыли однако несколько людей внутри айди software не были с этим согласны вместо того чтобы согласиться со здравым смыслом они хотели полностью открыть код игры для того чтобы поддерживать энтузиазмом игроков после долгих внутренних дебатов айди software сделал немыслимое 21 июля 1995 года они открыли общий доступ к исходному коду движка загрузив zip архив с ним плюс инструкции как его собрать программирование это не игра в которой нет победителя обучает чему-то коллегу программиста вы не отнимаете это у себя я рад поделиться тем чем могу потому что я занимаюсь этим из любви к программированию это цитата джона кармака программиста который собственно говоря и участвовал создание этой игры открытие исходного кода игрового движка сделала гораздо больше чем просто позволило программистам в нем покопаться это событие имела два непредвиденных последствий во-первых это позволило существовать программному обеспечению достаточно долго даже после исчезновения компьютеров под которой оно было написано и операционных систем имея доступ к исходникам движка программисты могли поддерживать и переносить движок на новые архитектуры и операционные системы спустя 20 лет после выхода в вольфенштейн 3d вы все еще можете в нее играть на компьютерах с разными процессорами памятью и буферами кадров во вторых было создано окно во времени которая возвращала нас назад 1991 год рассмотрев сложные игровые движки quake 3 и doom 3 я думал что просто бегло пробегусь по движку вольфенштейн 3d с его простотой рай рай кестинг технологии когда же я заглянул поглубже что-то поразило меня я не мог остановиться чем больше я читал тем больше понимал что конечный компьютер а именно ibm pc был предназначен для офисной работы а не для игр он предназначался для обработки целых чисел и отображения статических изображений для обработки текстов и электронных таблиц то что айди софт в сделал в 1991 году было не просто программирование машины они переосмыслили инструмент который был создан для выполнения офисной работы и превратили его в лучшую игровую платформу в мире но для чего нужно было проходить столько трудностей в конце концов если бы если вы были игровой компанией и вы хотели делать игры вы имели специальной консоли специально сконструированы для этих задач дженезис супер нес и не о гео имели спрайтовые движки которые несмотря на такие ограничения как размер и количество позволяли перемещать что-то на экране просто обновляя его координаты x и y они могли легко генерировать плавную анимацию со скоростью 60 кадров в секунду имели контроллеры аудиосистему для звука и музыки и были однородны если вы все еще действительно хотели использовать персональный компьютер для игры почему бы не использовать амига 500 который имел специальный набор сопроцессоров которые предназначались для работы с анимацией причина в двух словах буфер кадров та игра которую хотела создать айди софтва я не могла быть сделана с помощью спрайтового движка или трюков из купер купер это прозвище мощного сопроцессора амига который позволял выполнять операции на уровне горизонтальной синхронизации они хотели потрясти игровой мир предоставив захватывающую игру в трех измерениях для этого им нужно было нарисовать весь экран пиксель за пикселем в буфере кадров перед тем как он был будет отправлен на монитор для отрисовки чтобы нарисовать все эти пиксели им нужен был мощный процессор а персональный компьютер превосходил любую консоль на рынке никакая амига даже со специальными сопроцессорами не могла соперничать с персональным компьютером в плане чистой вычислительной мощности и так смотрите на картинку на этой картинке вы видите сравнение производственных мощностей консолей и персонального компьютера амига 500 дженезис и нео гео имели процессоры motorola 68 3 0 работающие соответственно на частотах 7 и 16 мегагерц 7 и 6 мегагерц и 12 мегагерц супернес использовал процессор в виде c65 816 который представляет собой 8 16 битную версию 6502 работающий на частоте 3 и 58 мегагерц единица измерения здесь мипс один мипс равен одному миллиону инструкций в секунду как вы видите персональный компьютер на базе процессора 386 dx имеет большой отрыв с этим быстрым процессором и 256 килобайтным буфером кадров а персональный компьютер 1991 года поначалу выглядел многообещающе однако было три казалось бы невозможных препятствия которое нужно было преодолеть первое видеосистема называемая вга а не могла удвоить буфер невозможно было иметь плавную анимацию без уродливых артефактов называемых слезами на экране вторая второе препятствие центральный процессор мог выполнять только целочисленные операции но для 3d вычисления требовались дробные операции и третье препятствие динамик персонального компьютера звуковое устройство по умолчанию мог воспроизводить только прямоугольные волны приводящие к набору звуковых сигналов которые очень и очень сильно раздражали кроме этих трех основных блокирующих препятствий было еще больше других проблем режим адресации озву был сегментирован что приводило к сложной и подверженной ошибкам арифметики указателей проблема с пикселями вга при переносе буфера кадра на экран он растягивался по вертикали аудиосистема была фрагментирована компьютер того времени мог адресовать только один мегабайт оперативной памяти чтобы выйти за эти рамки требовалось войти в фрагментированную экосистему драйверов ну и скорость работы шины операции ввода вывода с виртуальной памятью было очень медленно было почти невозможным делать 3d вычисления да и так чтобы обеспечивать 70 кадров в секунду целом этот айби эмпи си то есть персональный компьютер был создан для того чтобы выполнять скучную работу но многие во всем мире не признали этого и возились с аппаратным обеспечением чтобы добиться неожиданных результатов как они это сделали будет описано как раз в этой книге и я решил разделить эту книгу на три главы глава 2 оборудование 5 компонентов персонального компьютера с 1991 года глава 3 команда люди раздвигающие границы глава 4 программное обеспечение движок игры вольфенштейн 3d показал сначала аппаратное ограничение я надеюсь что программисты оценят программное обеспечение это как она преодолевает препятствия иногда превращая ограничение преимущество название вольфенштейн 3d было вдохновлено названием игры apple 2 1990 1981 года castle вольфенштейн от сайласа у орнера мы назвали игру вольфенштейн 3d потому что у оригинального замка вольфенштейн было продолжение под названием beyond castle вольфенштейн и номер был 2 наша версия замка вольфенштейн была бы под номером 3 и это было бы в 3d мы использовали ту же систему именования которая применялась у катакомб катакомб 2 и катакомб 3d джон ромеро первоначально команда полагала что они не смогут использовать название вольфенштейн из-за проблем с товарным знаком они придумали несколько возможных названий но в конечном итоге смогли найти женщину в балтиморе штат мэриленд которая владела торговой маркой вольфенштейн и купила ее у нее в 1992 году за 5000 долларов ну вот и все вступление окончено ждите следующих видео еще раз вам напоминаю подписывайтесь делитесь этим видео лайкайте и все такое если это все будет увидел будет много лайков то соответственно я буду продолжать работу над этой книгой и над другими не менее интересны ну а теперь точно все всем спасибо за внимание подписываемся делимся ставим лайки комментируем всем пока